Господи, не как веточка от елочки! Радостно встречала она, стремительно наклонившись не корявым сучкой. Она бережно поняла его, точно это был не корявый сучок, а какая-то драгоценная вещь, и заботливо прикрывая его платком, понесла в подвал, где снимала крохотную комодку. Тетина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее, как на прошлое Рождество, ее в это время забирали с младшей сестрой Катей и ее сверстницами. Уверяю, что в зале нет никакой елки, и что просто пришли палатера. Эти истории такие разные, но все они о любви, о чуде, о вере в лучшее, о добре и справедливости, о светлом празднике Рождества Христова и волшебстве Нового года. Пятый раз в округе состоялся конкурс «Святочный рассказ», в котором приняли участие юные чтецы, взрослые и даже целые семьи. Популяризация православной литературы для детей и юношества, продвижения в обществе идей престижа чтения, значимости православных ценностей, возвращения интереса к жанру святочного рассказа. Вот цели, которые поставили организаторы конкурса Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Щелково. Огромное спасибо за то, что вы, уважаемые родители, прививаете любовь, читаете вслух книги, иногда сочиняете сказки сами. Это то, что будет с ней всю жизнь и будет передаваться дальше их детям. Старт конкурса был дан в преддверии зимних каникул. Чудесный порыв вдохновения для чтения рождественских историй. Отборочный этап проходил во всех библиотеках города и охватил несколько десятков участников. Профессиональное жюри определило лучшие выступления для финала. Чтецы от мала до велика представили зрителю и жюри свой святочный рассказ. Конкурс проводился в двух номинациях. Семейное выступление без возрастных ограничений и индивидуальное в четырех возрастных категориях. Какое славное время, эти рождественские праздники. И вот опять они, опять будет елка. Миг, я уже ничего не сознаю. Погруженный в сладкий и глубокий сон. Мне очень нравится принимать участие в святочных рассказах, потому что в святочных рассказах в конце всегда происходит какое-то чудо. И мне очень приятно и радостно делиться этим чудом со зрителями. В каждой номинации и категории были определены победители. Однако самое главное – стремление детей и взрослых читать и делиться этими историями, благодаря которым поверить в чудо сможет каждый. Историями, где добро всегда побеждает. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.